здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал не падайте духом поручик голицын значит хочу еще раз обратить ваше внимание на вот этот вот интересный канал называется он дима димов очень вас прошу уважаемые подписчики и просто зрители моего канала подписаться на этот интереснейший канал посмотреть вот эти вот его интересные ролики где автор значит проводит вам экскурс в историю и показывает интересные факты которые никак не сочетаются с официальной версией что интересно значит я уже показывал вам канал димы набрал вот он полторы тысячи подписчиков и на этом дело заглохло значит вижу уже вот это вот полторы ты полторы тысячи зависла это уже где-то примерно месяц вижу то есть youtube каким каким-либо способом влияет на неудобных или неправильных по его на мнением исследователя вот значит смотрите просмотры 117 236 272 212 но это же смешно и такого не может быть даже с полтора тысячами подписчиков хотя бы тысяча должна быть но каким-то образом все эти подтусовываются данные чтобы человек разочаровался у меня тоже есть огромное количество роликов значит которые значит или одна них отменена монетизация и либо они заблокированы неудобные ролики особенно это касается темы жидвы все эти ролики почему-то черные как бы сам ролик есть но доступа к нему нету поэтому ребята очень вас прошу чтобы вы помогли моему коллеге и подписались на его канал чтобы парень не падал духом чтобы у него была возможность знать что его слушают смотрят и чтобы он продолжал свою интереснейшую деятельность и я хочу вам показать вот этот вот его ролик который называется император павел первый петропавловск можете оставляю вам ссылку можете посмотреть первую часть император павел первый эпоха коньяка но мне более понравился вот этот вот ролик вторая часть значит спасибо за внимание подписывайтесь на канал дима димов и смотрите и вон и и интересные ролики автор находит такие заковыристые заковыристые расхождения с официальной версии на которые не каждый обратит внимание поэтому давайте посмотрим вот этот вот интересный и он и ролик спасибо за внимание поехали поехали и снова здорово продолжаю рассказ о павле первом в предыдущем выпуске о павле первом я ответил на два вопроса император александр первый и наполеон почему их имена отсутствуют в названии каких-либо боевых кораблей каких-нибудь городов каких-нибудь площадей и памятников им тоже нет никаких почему я ответил на этот вопрос поставил под сомнение что эти персонажи существовали то есть какие-то люди естественно правили в их время и совершали какие-то действия определенные о которых мы может быть часть узнаем но не знаем точно их мотивации но кто это были за люди и что это были за действия и какая была мотивация этих действий на самом деле от нас попытались скрыть всеми возможными способами в том числе и зашифровкой имен ну и школе я коснулся имен в том числе географических имен названий то вот пожалуйста вам имя которое я также вынес в один из своих вопросов давайте попробуем его разобрать для меня очевидно для всех также должно быть очевидно что в этом названии зашиты два имени Петр и Павел возникает вопрос чем эти два персонажа из какой истории отличились таким образом что эти имена были объединены и таким вот образом скомпонованы и названы в честь вот этих двух персонажей самые центральные места в нашей Российской империи и куча боевых кораблей первое что может прийти на ум и люди те которые воцерковленные они сразу же скажут что это название в честь двух святых Петра и Павла им я могу сразу же ответить что у нас есть свои святые не менее святые например Сергий Радонежский или Серафим Саровский которые по значению гораздо больше сделали для Руси жили на Руси и умерли на Руси а не где-то там где-то там мне могут возразить что эти святые они к тому же еще и апостолы на что я могу сразу же ответить что апостолы все равноапостольные и что их было двенадцать и приведу вот эти картинки на картинках линейный корабль и броненосец оба имели название двенадцать апостолов потому что апостолы были равноапостольные и выделить кого-то это значит ни один поп не пришел бы на освещение корабля ни один потому что для них всех апостолы равноапостольные то есть равнозначные итак первый самый очевидный ответ оказывается негодным со всех точек зрения поэтому нам остается другой ответ и он тоже очевидный любой человек светский скажет что Петропавловск это в честь двух императоров Петра и Павла когда я стал размышлять над этой темой первый ответ на вопрос самый очевидный отпал я сразу же так и подумал ну и как только я так и подумал я сразу же попал на две очень интересные проблемы первая проблема что наш с вами психопат император Павел I становится рекордсменом абсолютным рекордсменом по переназваниям в городах площадях в храмах и в боевых кораблях ну понятно что там еще Петр Петр присутствует каким-то концом и еще один вопрос возникает тогда в какой связи находятся эти два имени ну и установив это я попробовал поискать совпадения хоть какие-то совпадения есть между Павлом I и Петром I понятно что Петр III здесь не катит и Петр II тоже не катит потому что один умер не процарствовав и года и был младенцем фактически а второй ну вообще предатель ну и так как мы с вами разобрали что он взроснул в англии с флотом да то вопрос того что его имя никак никоим образом не могло фигурировать в дальнейших названиях под сомнение можно не ставить кстати я не рассказал об этом в теме про Петра III расскажу сейчас вот эта вот георгиевская лента она была выдумана Екатериной II которая люто ненавидела своего муженька у которого герб был оранжевый весь так вот три полосы на оранжевом фоне это ровно для ее муженька было сделано типа всем оранжевым по решетке то есть все каторжники они же известно ходили в полосатых робах ну вот это вот из этой оперы я полагаю извините я немножко отклонился от темы таким образом я попытался поискать соответствие между Павлом I и Петром I попробовал найти хоть какие-то совпадения ну так вот там сплошные совпадения перечень совпадений я приведу в следующем выпуске так же как и приведу ссылку на чужую статью где автор тоже задался тем они слишком ли уж похожи император Павел I с Петром I и он надыбал совпадений гораздо больше чем я он там очень скрупулезно все выискал но я его материал особо не вчитывался потому что я посмотрел на предмет компиляции но компиляции там не пахнет автор отдельный независимый исследователь так что ждите моего следующего выпуска а на этом я доклад закончу что я покажу вам что я не могу что я не могу об этом я покажу вам выяснить что я не могу